Что такое это пророческое время? К нам присоединился наш замечательный друг, служитель, известный учитель Библии, Авель Станкевич. Авель, хотела спросить вас. Да, как раз то, о чем мы сегодня говорили. Сегодня многие говорят об эгоизме, о том, что люди не замечают друг друга, они замечают только себя. Я единственный человек, с которым мы общаемся больше всего, это наше отражение в зеркале. И на самом деле об этом предупреждал еще апостол Павел, который основывал все свои абсолютные учения. И мы знаем это из Писания. Абсолютно все свои письма, все свои послания он основывал на том, что написано у древних пророков. И подытоживая, что написано у древних пророков, начиная от Моисея и до последних пророков, и малых пророков, которые были еще до прихода и на служение Иисуса Христа, он говорил о том, что люди будут обладать определенными чертами, определенными какими-то характерными признаками, которые покажут, что вот если много таких людей, или у людей много таких качеств, это говорит нам о пришествии последнего времени. И у Павла есть послание, которое он писал Тимофею, и это послание второе, Тимофею, третья глава, и он перечисляет их по группам. Я не знаю, специально он разделил это по группам, или это так получилось очень спонтанно, но, по крайней мере, происходит вот, что он пишет. Пишет, что последние дни будут люди самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы и недружелюбны. То есть это первая группа людей, которых, ну будем так говорить, паразит такой дух эгоизма. Люди захотят больше себе, да, вот эта святая троица мирская, я, мне, мое, будет у них во главе угла. Люди захотят больше привлечь к себе внимание, люди захотят больше денег себе. Я не говорю, что не нужно зарабатывать деньги, Господь благословляет нас, Он учит нас тому, что Он хочет дать нам. Но Он в то же время говорит, приобретайте себе друзей богатством неправильным, и Павел пишет тоже, что мы сегодня в мир ничего не смогли принести, родившись, и ничего с собой не унесем. То есть все, что мы получили в этом мире, в этом мире это и есть богатство неправильное, в смысле, что оно не дано нам по благодати или по закону, или по другим каким-то принципам. И люди захотят вот это вот богатство неправильное перенести из этого мира к себе в карман. Хотя Господь говорит, что нам нужно этим богатством приобретать себе друзей, то есть направлять это богатство на служение Богу. И сегодня вы видите, что Господь благословляет тех, кто является даятелями, и в последнее время это происходит все чаще и чаще. Мы видим свидетельства и в Натебеен тоже очень часто. И вы, когда приходите с даянием, Господь благословляет вас. Учений о десяти не очень много, но можно учить, что называется, каждый день, и может каждую секунду, но мы, написано в Писании, побеждаем не учением, мы побеждаем кровью Агнца и побеждаем словом свидетельства своего. То есть серебролюбие, о котором говорит здесь Павел, это совсем не, будем так говорить, не от Бога. Серебролюбие это, будем говорить, мирское. Это когда мы хотим больше серебра или больше денег себе. То же самое он пишет и о привлечении внимания к себе. Они пишут, что они будут больше самолюбивы. То есть, как я выгляжу. У меня к вам есть хорошая новость. Вы знаете, когда вы выходите на улицу и думаете, а как же я выгляжу в глазах других, скорее всего, не имеет это значения. Потому что люди, которые выходят из соседних квартир, думают абсолютно то же самое. Им до вас нету дела. Они хотят смотреть, как выглядят они. Поэтому самолюбие, это хорошее качество. Нужно себя любить. Потому что если мы себя не любим, то мы не можем продвигать дальше любовь к Божьей. Бог говорит, полюбите ближнего, как самого себя. Но себя люби, это когда всю любовь на себя, всю любовь к себе, всю любовь к своему дому, это уже как бы немножко выходит за рамки. Павел об этом пишет. Вторая группа, которую Павел выделяет отдельно, он говорит, непримиримы, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Когда мы читаем Писание, нам Господь обращается в Слове Божьем и говорит, не оскорбляйте Духа Святого. Всякое раздражение, крик, гнев будут ударены. То есть вот эта группа людей, она занимается каждый день, добровольно, спонтанно, не знаю, преднамеренно заниматься, будет именно оскорблением Святого Духа. Написано в Писании, что если мы будем так себя вести, то, соответственно, Святой Дух не будет с нами рядом. Что такое Святой Дух? Это сущность, это личность, которая находится рядом с нами. Как говорит один из служителей, который спал здесь, Игорь Росман, говорит, это джентльмен, который никогда и вероломно не войдет в вашу жизнь. Он всегда будет стоять, когда его пригласите. Так вот, люди, которые во второй группе у Павла, они его не приглашают, они ему ставят преграду, они говорят, тебе здесь не место, добра нам не нужно, нам не нужно спокойствие, нам нужно раздражение, клевета, нам нужны вещи, которые мирские, но не которые божьи. Третья группа, которую Павел делит людей, написано, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И сюда же он пишет, имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть, что значит предатели? Ведь мы пишем, что, или мы читаем в слове, что предать можно, например, себя в руки Бога. Мы можем предать себя в руки Святого Духа, но можно предать себя в руки мира. И написано, что дружба с миром это вражда против Бога. И Павел здесь пишет, что те, кто будут предавать, и будут при этом наглы, и будут больше сластолюбивы, чем благолюбивы, и более того, что имеют будут вид благочестия, это та самая закваска фарисеева, о которой говорил Иисус, которой нужно удаляться. Вот эти люди как раз и будут нас окружать. Посмотрите сегодня на сегодняшний мир. На самом деле мы все это видим вокруг нас. Но, с другой стороны, я все-таки являюсь коучем трансформационным. Нужно из всего негатива делать позитив. Посмотрите на то, что вы замечаете вокруг. Если большую часть людей, которых вы замечаете, являются таковыми, как написано здесь во втором послании к Тимофею, посмотрите на себя внимательно в зеркало. Простой пример. Беременная женщина, гуляя по улице, видит только беременных женщин. Человек, купивший БМВ, видит только водителей БМВ. Человек, который, не знаю, только что, не знаю, там... В новую костюмку, он ищет, кто еще купил себе такой костюм. То же самое и мы. Мы замечаем в основном то, что свойственно нам самим. И если большинство людей, которых вы замечаете, являются таковыми, попробуйте еще раз сходить в церковь, поговорить с вашим пастором и спросить его, что не так, что нужно еще сделать. Я знаю, какой ответ вы получите. Читайте Библию, наставляйтесь словом и обязательно общайтесь с вашими ридерами. Но для этого нужно иметь стремление. Владыка этого мира, которого мы знаем как отец лжи, он будет делать все, чтобы запретить вам обращаться к пасторам и ходить в церковь. Он сделает вам так, что у вас прямо перед служением прорвет трубу, например, или кончится воздух в каком-нибудь колесе, или вдруг у ребенка, не дай бог, поднимется температура. Все это наши жизненные ситуации, с которыми нам нужно справляться. Но, вы знаете, если мы будем провозглашать на свою жизнь кровь Иисуса Христа, силу Иисуса Христа, который говорит нам, что без меня не можете делать ничего, то это будет маленькая победа владыки этого мира, отца лжи, ну или сатаны, как мы любим его называть. Если мы не будем провозглашать. И поэтому мы должны просто каждый раз призывать Иисуса на помощь, Духа Святого на помощь, и не оскорблять его ничем. То есть не быть таким, каким перечислил здесь Павел. Да, сегодня последнее время. Мы много времени уже говорим о том, что последнее время, и мы видим это каждый день и по телевизору, те, кто смотрят, не дай бог, телевизор. Мы видим это и по новостям, да и видим вокруг нас. Но на самом деле мы решаем, мы власть. Сатана побежден 2000 лет на кресте назад. И мы власть, мы получили эту власть от Господа, все, кто принял Иисуса Христа Господом своим спасителем. И мы будем решать, что в нашей жизни будет происходить. И поэтому нам нужно огородить себя, Павел пишет, удаляйся таких. Нам нужно таких удаляться, не замечать их просто. Или если вы пережили трансформацию, у вас есть сила, то просите у Господа, Он вам покажет тех, кому благовествовать. С одной стороны, Иисус говорит, не метайте бисер перед свиньями. И если люди действительно богохульники, если люди, которые насмехаются над тем, что свято, что дорого для вас, перед Богом, что является правильным, таким людям, возможно, нужно сначала молиться о них, потому что они не готовы принять прямое слово благовестия. Но если вы спросите у Бога, Господь говорит, я показываю путь, я светильник, я освещаю дорогу. Это правда. Я очень часто молюсь, на самом деле, чтобы Бог устроял мой путь, потому что я не знаю, какие препятствия встретятся, какие события будут, какие люди мне встретятся, но Бог, видя все самые разнообразные составляющие нашей жизни, Он соединяет их в одно, готовя то, чтобы ваша миссия, то, что Он вложил в ваше сердце, чтобы она была исполнена. Поэтому приносите свои сердца пред Богом, размышляйте пред Богом о том времени, в котором вы живете, о том будущем, которое ожидает ваших детей, которое ожидает вас. И знайте, что Бог говорит свое пророческое слово. Это слово, пастор Элейзер, оно на самом деле подобно мечу обоюдоострому. Знаете, Авель, для меня было откровением, что слово обоюдоострое, оно имеет действительно серьезное духовное значение. Это меч острый с двух сторон, и он как приносит положительные изменения в нашу жизнь, когда мы доверяемся обработке этим мечом, так и отрицательное. Порой нам больно бывает, когда Божье слово говорит, ты слишком самолюбив, ты слишком обижаешься на какую-то коррекцию, и приходится признать, да, действительно, я слишком много думаю о себе. Это неприятно, но с этим приходит Божье исцеление, вторая часть этого обоюдоострого меча. Мы говорим о путях, когда Бог говорит, что ты принят перед Его лицом, что ты достоин быть Его Сыном, что Бог положил за тебя всю жизнь, и Он приготовил тебе замечательное будущее. Мы говорим о путях, очень много служителей, мы знаем их, они приходили перед лицом Бога, и все знали, что этот служитель является человеком Божьим, но вдруг он убегал от лица Божьего, когда-то скрывался, пытался изменить путь, который Бог ему приготовил, но даже при всем при этом, Бог выводил его на те пути, которые нужно, чтобы он совершал. Поэтому, если вы где-то отошли от какого-то пути, и думаете, что вы такой великий грешник, уберите эту мысль от себя, она на самом деле не от Бога, это мысль от лукавого. Помните, что Бог все равно выведет вас на тот путь, который Он приготовил для вас, а Он приготовил для вас великий путь. Не нужно стесняться вот этих вещей. Знаете, Елизер, я тебя сейчас попрошу поддержать меня. Удивительный есть пример действия Божьего Слова. Знаете, много на самом деле образов содержит Библия, когда израильский народ выходил из Египта, Бог шел и сопровождал его днем в столпе облачном, которая была видна в предсвете ясного дня, ночью облака были бы не видны, поэтому Бог светил им как огонь. Но самое интересное, Бог говорит, я буду для вас светом, для других я буду мраком. Точно так же ковчег, который всегда сопровождало Божье присутствие, был взят в какой-то момент филистимлянами. Евреи за свои беззакония не смогли удержать его. И филистимляне подумали, здорово, мы захватили их Богом, мы захватили его. И присутствие Божье для грешников превратилось в боль и страдание. Но когда они поняли, что они не хотят изменять свою жизнь, и Божье присутствие приносит им раздражение и боль, они отослали Божье присутствие от себя. Когда ковчег пришел на землю Израиля, его принял на себя, Авидар, несколько людей останавливали у себя этот ковчег. Дома их были благословлены, были благословлены их семьи, были благословлены их кладовые, их животные. Все, к чему простиралось их сердце, все было благословлено. Мы говорим сейчас о действии Божьего Слова в пророческое время. Есть суд Божий сейчас на грех, который любят люди. Бог желает, чтобы люди были спасены, но грех Бог осуждает. Принимайте Слово Божье, питайтесь им, наполняйтесь, потому что этим вы наполняете свой дом благословением. Потому что Библия, Слово Божье, Божье обетование, они несут мощнейшее присутствие Божье в вашу жизнь. Этот прямой эфир мы посвящаем пророческим временам. И Библия – это полное пророческое слово, потому что она говорит к вашему сердцу, прямо то, что приготовил вам Бог. И Дух Святой работает с вами.